Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что такое коучинг наука или что-то другое. Меня зовут Наталья Викторовна Антонова. Я кандидат психологических наук, доцент в Высшей школе экономики и член экспертного совета секции коучинга Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Здесь можно подробнее посмотреть мои какие-то регалии. Что я здесь могу добавить? Я училась во многих коучинговых школах. Это и Эриксоновский университет, это Международная академия коучинга. У меня база психологического образования. В своей работе я использую именно психологический подход. Я выстроила линейку обучения коучинга в Высшей школе экономики. У меня несколько курсов по коучингу там. И я развиваю научно обоснованный evidence-based подход к коучингу и провожу научные исследования эффективности коучинга. Здесь вы можете посмотреть две из моих книг. Это «Консультирование и коучинг персонала в организации» и «Коучинг в бизнесе». Итак, что же такое коучинг? Когда я только начинала работать в коучинге, я прошла обучение, такая вдохновленная, пришла в Высшую школу экономики, в наш пиар-отдел и сказала, давайте внедрять в Высшки коучинговую культуру. На меня посмотрели такими глазами и сказали, коучинг – это, как вы думаете, что? Секта. Я очень удивилась, но мне сказали, что да, у нас были коучи, к нам приходили коучи. Они несли такой бред, что у нас сложилось впечатление, что это секта. И, наверное, многие с таким сталкивались, с таким предубеждением людей, которое возникло после общения с некоторыми якобы коучами. Затем я являюсь пресс-персоной Высшей школы экономики по коучингу. И так складывается, что ко мне часто обращаются журналисты за комментариями или за интервью по поводу коучинга. И угадайте, какой самый частый запрос именно в отношении коучинга у журналистов. Чем отличаются коучи от мошенников? И даже Вы можете, если наберете в гугле теги Антонова коуча-мошенники, Вы выйдете на одно из моих интервью. И мы часто видим такие скандальные статьи про то, что коучи, там инфо-цыгане, Блиновская и что-то такое. И часто именно по этому поводу возникают различные такие идеи, как-то регулировать эту сферу. Если Вы учились в коучинговых школах, наверное, слышали такое выражение – коучинг – это искусство. И это прекрасно. Но если коучинг – это искусство, то искусство невозможно воспроизвести. Коучинг – это авторский продукт. Только автор может его использовать и владеть им в полной мере. И тогда возникает проблема, как можно доказать, как можно обобщить результаты, как можно вообще заниматься профессионально продуктом, который является авторским и является таким искусством. Я придерживаюсь с точки зрения, что коучинг – это одна из помогающих практик наряду с психотерапией и психологическим консультированием. Коучинг возник тогда, когда у людей возникла потребность в саморазвитии. Не только в решении проблем. Это на определенном этапе развития потребностей человека происходит. И сейчас мы именно на таком этапе, когда, в принципе, базовые потребности удовлетворены, и человеку хочется развиваться. Кроме того, в жизни повышается неопределенность в жизни, и нужно постоянно развиваться, постоянно профессионально развиваться. Может появляются новые феномены, как полипрофессионализм, как разная такая нелинейная карьера. И нужен человек, который бы помогал в этом пути, который бы сопровождал на пути саморазвития. И вот возник такой человек, который называется коуч и практика коучинга. Ну и, конечно, я придерживаюсь такой точки зрения, что коучинг – это наука, это наука, которую можно проверить, доказать. Можно доказать эффективность этой практики. Можно и нужно, иначе коучинг никогда не станет профессией, если мы это не будем делать. И посмотрите, что такое evidence-based подход. Он пришел из медицины. И в медицине, если вы принимаете какое-то лекарство, если у вас серьезное заболевание, что вы выберете? БАД, который не прошел клинические испытания, неизвестно, что внутри, или же лекарство, прошедшее клинические испытания, показавшее свою эффективность. Конечно, многие принимают БАД, но и к колдунам еще многие ходят, магам различным. Это уже магическое мышление. И в медицине выделяется несколько уровней доказательности. Первый уровень – это A. Нужно выполняться такое правило лечения. И в основе такой рекомендации лежит как минимум одно рандомизированное исследование, то есть проведенное по всем правилам эксперимента. Уровень B – желательные какие-то рекомендации. В основе лежит хорошо проведенное клиническое исследование, но нет рандомизированных исследований. Например, бывает так, что очень мало больных такой болезни, может быть, один во всем мире. И просто невозможно провести рандомизированное исследование. Уровень C – можно так поступать. В основе таких рекомендаций лежит мнение экспертов или клинический опыт крупных авторитетов. Или же такие рекомендации опираются на исследования недостаточно хорошего качества, но они есть. И, наконец, good clinical practice – клиническая договоренность. Когда люди договариваются, что давайте в этих случаях поступать так. То есть нет доказательств, в принципе, или они невозможны по какой-то причине, но метод распространен. В группе экспертов есть согласие, что нужно поступать именно так. Если мы посмотрим на коучинг, то у нас в основном good clinical practice. Есть мнение, что нужно вот так. Нужно присутствие, например. А кто сказал, что вот именно так, именно такой коучинг должен быть, как описали, например, в своих принципах ICF или какие-то другие ассоциации. Это договоренность. Это договоренность, в принципе, доказательств обоснованных эффективности именно такого подхода нет. И как же мы можем понять, вот мы имеем подход, как мы можем понять, он доказательный или нет. Во-первых, нужно проверить ссылки на исследования. Если есть ссылки, это, как правило, литературные библиотечные базы, например, российская база и лабора. Я потом ссылочки покажу вам. Зарубежный скопус, веб оф сайенс. И можно просто набрать этот термин и посмотреть, вообще есть ли по этому поводу какие-то работы, какие-то исследования. Вообще, в принципе, он упоминается в научной литературе. Если нет, то, скорее всего, вы имеете в виду с какой-то ненаучной методикой или подходом. Нужно иметь в виду также, что исследование имеет разную доказательную силу, как мы видели, A, B, C и так далее. Наиболее сильные рандомизированные экспериментальные исследования, поэтому полезно, если вы нашли какие-то статьи интересные, посмотреть, что внутри. Есть ли там эксперимент или это просто слова, 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 не основаны ни на чем. Опять же, good clinical practice. То есть надо так поступать, а почему, неизвестно. Исследования проведены на репрезентативной выборке. И выборка должна быть подробно описана. Репрезентативная означает, что она отражает генеральную совокупность, отражает, в принципе, состав людей в целевой аудитории. Эти исследования опубликованы не абы где, не на сайте какого-то создателя техники или подхода, а в рецензируемых журналах. Это можно проверить по базам. Вот и Library, и Searchgate, еще вот одна такая база, очень полезная, Scopus и Web of Science. Используются валидные методы и методики. Результаты валидизации не скрываются под видом коммерческой тайны, опубликуются в рецензируемых журналах. Очень часто мы видим какую-то методику, создатели которой говорят, а вот как она там валидизировалась, это наша личная коммерческая тайна, мы это никому не покажем. Вот это всегда вызывает вопросы, потому что не должно так делать. Нет в академической этике такой возможности скрыть все. Ну и вот такой момент, очень часто кучи получают результаты об эффективности своего метода путем просто вопроса клиента, у тебя понравилось или нет, а что ты получил от этой практики. Надо иметь в виду, что опрос позволяет получить данные о мнении людей, но не о достоверном объективном факте. Вот здесь очень часто мы это не учитываем и интерпретируется, я дальше покажу каким это образом, интерпретируется часто мнение, как реальный результат. Это не так, потому что действует на людей очень много различных эффектов. На основе опроса можно сделать вывод о том, что руководители или клиенты думают, но не что происходит на самом деле. Пример исследования. Что здесь не так? Можете, кстати, в чат все-таки написать, чтобы у нас какая-то была активная здесь тема. Ага, нет контрольной группы, пишет Екатерина. Ну, мы там не знаем, но вообще здесь не написано, да, что была контрольная группа. Хорошо, да, хорошо. Еще какие-то мысли, что здесь не так? Всем отлично слышно пишут. Ну, прошу. Ага, вот я сюда действительно вас обращаю, ваше внимание, вот на эту приписочку. Улучшения в компаниях, которые заказывали поучу для своих руководителей. По результатам опроса руководителей 100 компаний, проведенного консалтинговой компанией Манчестер Инкорпорейтед. И очень часто вот такого рода исследования расшифровываются, как бы вы расшифровали, 53% рост производительности. Что это значит? Очень часто говорят, ну вот значит на 53% выросла производительность. Там, смотрите, на 52% снизилась конфликтность. Это достаточно много, да, на 52%. От чего выросла? Да, Ирина, во-первых. Мы не знаем, от чего, потому что нет контроля, непонятно, как проконтролированы побочные перемены. Очень сложно доказать эффективность коучинга, потому что если мы проводим коучинг в организации, там же еще куча всяких происходит каких-то процессов, да, в организации. А может производительность еще по какой-то причине выросла. Как мы докажем, что это именно за коучингом? Ну, ключевое здесь слово, конечно, опрос. Когда я пошла, вот здесь я даже ссылочку дала, если организатор вам предоставит эту презентацию, вы сможете посмотреть, там эта статья по этой ссылочке, собственно, оригинал статьи. Посмотрела, собственно, дизайн этого исследования. Это опрос 100 руководителей, и вопрос, он проводился таким образом. Давался список каких-то эффектов, и просили руководителей поставить стрелочку. Что они считают у них изменилось? И это число не на 77% улучшились рабочие отношения, а это 77% руководителей поставили галочку возле этого пункта. То есть 77% руководителей считают, что да, у них это произошло. Насколько улучшилось отношение, неизвестно. Понимаете? То есть представление данных в таком виде – это такая манипуляция на самом деле. И очень часто я слышу на разных конференциях коучинга, вот, коучинг повышает эффективность настолько-то, это настолько-то, но вот смотреть надо всегда оригинальные исследования, смотреть надо, а что именно там измерялось. То есть 77% руководителей считают, что да, эффект есть, но это их личное мнение. Как это измерить в реальности? То есть есть ли эффект или нет эффекта? Вообще-то это большая проблема. И почему сложно так доказательный подход в коучинге проходит? Ну вот я фактически являюсь таким первопроходцем в России, но не в мире. В мире он уже есть, я немножко забегаю вперед. Сейчас я вам расскажу про исследования, которые есть в мире. Но в России практически нет таких исследований. И, во-первых, конечно, это сложно провести, сложно набрать репрезентативную выборку, если вы знаете, что такое коучинг. Ну, в психотерапии же тоже та же самая проблема, но в психотерапии уже много исследований проведены. Эффективности. Мы работаем как бы с одним человеком и довольно долго, и чтобы набрать выборку таких людей, нужно очень много времени и сил. Если мы берем много, например, коучей или психотерапевтов, то тогда вопрос встает, вот этот вот следующий пункт, нет единой модели проведения коуч-сессии, то есть отсутствие единообразия приводит к невозможности обобщения и выявления каких-то закономерностей. То есть каждый, то, что я говорила вначале, коучинг – это искусство. Если мы так подходим к этой истории, то тогда возникает такая проблема, что невозможно вообще как-то сопоставлять. Так как и картины мы, например, кто лучше рисует, там Рембрандт или там еще какой-то художник. Каждый по-своему хорош, но мы не можем тогда выявить какую-то закономерность. Мало методов оценки пока разработано. Есть англоязычные некоторые уже методики, но на русском языке их очень, ну, нет практически. Самое главное, по-моему, ограничение – это низкие уровни теоретической исследовательской подготовки коучей. И вот когда я объявила, я в соцсетях предложила людям пристеняться к сообществу именно исследовательскому, в аспирантуру пригласила именно исследование по коучингу. Мне сначала откликнулось много людей, им все вроде бы хотят, но потом оказалось, что просто не умеют. И нас осталось очень мало, кто действительно что-то может это делать. То есть вот нет теоретической вообще подготовки коучинг. Психологические эффекты, которые могут повлиять на результат исследования, но они есть в любом случае, в любом исследовании. И вот то, что вы написали в чате, это сложно контролировать побочные переменные, потому что клиент у нас в реальной жизни живет. Он с ним еще что-то происходит, как мы можем изолировать эффект коучинга. Да, вот смотрю, что вы еще написали, как вариант 53 из 100 компаний увеличения производительности. Ну вот я уже сказала, да. Это такое возникает впечатление о компаниях, увеличение производительности. Но это, оказывается, 53% руководителей так считают. Да, субъективное мнение людей. Из 100 человек это слабая реконструктивная выборка. Да, слабовато. Но в принципе в психологии делают такие выборки. Если мы только будем смотреть, какая генеральная совокупность, почему руководители им напрашивали. То есть это их мнение. Но смотрите, клиентами-то были не руководители. То есть в их компании внедрили коучинг. Клиентами коучинга были сотрудники. И руководители, глядя на всю эту историю, решили, что да, это как-то повысило. Но там куча эффектов на самом деле действует. И один из эффектов состоит в том, что если человек дорого заплатил за что-то, он это высоко оценивает. Даже если оно не по своему пользу. Вот всякие эффекты психологические, которые могут действовать на результаты. Вот сейчас на телезорной корреляции. Раз мы что-то проводим такое интересное в организации, за которое заплатили много денег, значит что-то должно измениться, что-то должно улучшиться. То есть создается такая установка. Эффект ореола, коучинг – это круто. Поэтому очень многие клиенты высоко оценивают, говорят, да, это было круто. У них была установка такая, это круто. Коучинг стоит дорого, значит он эффективен. Есть тоже такой эффект веблиена, есть в потребительском поведении. То есть когда мы покупаем что-то, дорогую вещь, мы приписываем этому какие-то очень хорошие качества. Вот, ну и так далее. Очень много эффектов, которые здесь могут опять же внедриться и создать вот такой вот псевдорезультат. Ну, что же такое вот коучинг как наука? Все-таки она существует. Я это отстаиваю. И вот мы на площадке АКПП как раз развиваем научный подход в коучинге. Вот Зинаида говорила, она не изучает это. И коучинг-психология или психология коучинга, вот мы думаем еще, как на русский язык это перевести, она развивается в Великобритании и в Австралии. И вот Энтони Грант, это Сиднейский университет, он, к сожалению, умер недавно, буквально в 20-м году. Но он самый цитируемый коуч в мире. У нас в России практически о нем не знают, не говорят, но он самый цитируемый коуч в мире. Он провел больше всего исследований. Он фактически создал научную школу коучинга. И эта научная школа фокусируется на изучении психологических механизмов и коучинговых инструментов повышения эффективности, развития и благополучия людей. Это я перевела прямо из его статьи. И это Сиднейский университет в Австралии. И Стивен Палмер, это из Лондона, Center of Coaching. И вот коучинг-психология развивается уже с 2000 года, то есть 20 лет. Очень много исследований, много статей, несколько журналов, специализирующихся именно в коучинге, в коучинг-психологии. Но у нас в России практически нет. И когда я стала искать, где мне опубликовать свою статью в российских журналах, меня стали, конечно, туда-сюда посылать. Но я вам покажу ссылочку на статью, которую тоже можно почитать. Ее, наконец, опубликовали в зарубежной социальной психологии. Журнал так называется, в зарубежной социальной психологии. Они взяли. И есть сообщества. Но это не отдельная ассоциация, это Interest Group in Coaching Psychology, то есть группа Coaching Psychology в австралийском психологическом обществе и в британском психологическом обществе. И у нас в РПО есть секция психологический коучинг. То есть вот тоже мы это развиваем. И есть научный журнал. Это я вам все показываю для того, чтобы создать ореол. Что да, это действительно вот такая научная. Вот этот журнал Coaching Theory in Practice, он самый такой рейтинговый, что ли. Есть система рейтинговых журналов, и вот он самый такой крутой. Это даже уже не англоязычный, а это, по-моему, дастский в Дании тоже журнал. Есть очень много монографий, где тоже приводятся различные исследования. Причем уже много стран в это включено. и международные исследования. Вот теперь я хочу вам еще один сказать. Вот здесь вопросов вы много задавали про психологию коучинга, чем они различаются. Вот почему психология именно коучинга, а не, скажем, какая-то другая наука. Потому что на самом деле, с чем в коучинге мы работаем? Если у нас есть коучинг, можете тоже в чат написать, с чем конкретно вы работаете, что являлось объектом вашей работы, собственно. Вот Анна пишет, интересно, училась в МИП, и все в ВКР с элементами коучинга. с человеком и его задачей. Что такое задача? С человеком и мышлением. С человеком работает и медицина тоже, но медицина работает с человеком, как с телом. С человеком многие науки работают. Управление тоже, менеджмент с человеком, но как объект управления в менеджменте. То есть человек, как некоторый, объект может быть разный, у разных наук. Я с вами согласна. И вот с задачей, с мышлением, с мотивацией вы работаете. С ценностями, наверное, тоже работаете. Что это все такое? То, что вы перечисляете, с мотивационно-потребностной сферой, Анна, очень правильно и очень точно. И смотрите, вот у нас есть, в первую очередь, когда мы говорим про цели, про действия, это мы говорим про деятельность человека. Есть личность, есть деятельность, более широкое слово психика, конечно, но психика это очень широко, у животных тоже есть психика, но у животных нет личности, она есть только у человека, это социальное образование. А если посмотреть на структуру личности, любая система, структура личности, включает в себя потребности и мотивы, способности, темперамент, характер, познавательный процесс, куда входит мышление, как раз восприятие, вообще познавательные процессы, их много. Это все входит в структуру личности, то есть мы работаем с личностью и ее деятельностью. Деятельность – это то, что личность производит вовне. Что мы, собственно, делаем? Когда мы рассматриваем уже деятельность, структуру деятельности внутри, там обнаруживается, что деятельность имеет цель, и все процессы, цели образования, они связаны у нас с деятельностью. Состоит деятельность из действий отдельных, действие состоит из операций, и для того, чтобы реализовать все это, нам нужны умения, навыки, тоже с этим работает коуч. То есть это такая система личности в деятельности, я бы так назвала предмет, то есть коучинг, личность в процессе и в процессе деятельности. Хотя на самом деле личность без деятельности не существует, тогда будет не личность, а индивид. Индивид – это биологический организм. И еще коучи очень часто говорят, что мы способствуем развитию самосознания человека, выбора человека, а это основные тоже критерии личности. То есть это все психологические категории. Поэтому закономерно, что именно психология взялась разрабатывать эту тему и взялась доказывать, что коучинг действительно эффективен. Ну и говоря про то, как связаны психология и коучинг, психология дает, конечно, коучингу вот эти механизмы, понимание того, что он делает. То есть если мы, например, едем на автомобиле, и мы не знаем, как автомобиль устроен, то какое-то время мы можем на нем ехать, но как только что-нибудь там забурлит, все, мы уже беспомощные, нам нужно ехать в техцентр. Также и коуч, когда работает с человеком, если он не знает, как устроена личность, потребность, мотивационно-потребностная сфера, как мы написали, очень правильно называется. Еще ценностно-смысловое ядро личности есть такое выражение, как раз ценности и смыслы. Именно с этим коуч работает. Что для тебя на самом деле важно? Для того, чтобы достичь чего-то, надо понять, что эта цель важна. А чтобы понять, что это важная цель, нужно понять вообще себя, и что для меня важно на самом деле. с реакциями на внешние изменения и раздражители. Да, постановка целей, я это сказала, с реакциями на внешние изменения и раздражители, но я бы вот, это немножко, очень широко, я так сказала, потому что если мы коснулись чайника и отдернули руку, это тоже реакция на внешние раздражители, но это не предмет разработки коуча, потому что это рефлексы. Мы же говорим про выбор, мы говорим про сознательный выбор, это именно уровень личности. То есть если кто-то у нас не психолог здесь есть, то нужно посмотреть, как устроена личность, структура личности. Есть разные системы, но все говорят о том, что она устроена иерархически. И есть простейшие какие-то уровни, близкие к биологическому, и есть уже социальные уровни, где у нас находятся как раз потребности, мотивы, смыслы, ценности. И это такой уровень небиологический. Вот именно там в основном работает коуч, для того, чтобы помочь клиенту осознать все эти вещи. И вот еще я хочу вам привести такую картинку из книги Вики Брок. Это исследовательница, которая диссертацию написала про историю коучинга. Она писала диссертации, потом по диссертации еще книжку. Вот здесь ссылочка внизу есть. Вики Брок. «Source book of coaching history». Очень рекомендую вам ее почитать, потому что кто интересуется историей развития коучинга, потому что в этой книге очень подробно как раз описаны все подходы, которые каким-то образом с коучингом связаны. И мы видим, что здесь практически все психологические подходы, они каким-то образом нас ведут к коучингу. Коучинг возник в 90-х годах, ну так сформировался. Предшественники были и раньше некоторые. И вот коучинг с айколоджи у нас непосредственно ведет, конечно, основанно на разных подходах. В первую очередь я хочу выделить, какие подходы. Это бихверальный, и когнитивно-поведенческий подход. Он непосредственно, если посмотреть на техники коучинга, то процентов 80 техник взяты из различных веточек когнитивно-поведенческого подхода. И, конечно, это гуманистический подход. Он дал базу вот эту, которая ценностную базу для коучинга, о том, что каждый человек, он имеет все ресурсы, и он может создавать сам свою жизнь. Он может развиваться, стремиться к саморазвитию, стремиться к самоактуализации. Это идея гуманистического подхода. Ну и вот другие тоже подходы, психологии, они, конечно, сейчас тоже внесли свой вклад в какой-то степени. Вот видите, сейчас коучинг-сайкологи и позитив-сайкологи, позитивная психология, тоже там в рамках перейти на психологии тоже много исследований именно в отношении коучинга. Они часто говорят, что в принципе коучинг тоже имеет корни в позитивной психологии. Ну вот хочу вам привести некоторые исследования в рамках коучинг-сайкологи, чтобы подтвердить то, что действительно это уже обоснованная практика. Можно сказать, что коучинг-научно обоснованная практика. Просто пока в России нет исследований, но за рубежом уже очень много. Есть исследования. Вот я ссылочки здесь перевожу. Видите, чтобы подтвердить, что у меня тоже видосплейс-подход. Я везде привожу ссылочки. Дается определение коучинга, границы между коучингом и психологическим консультированием. Но это до сих пор еще дискуссионная тема. И мы даже вот в нашей ассоциации у нас бурные дискуссии на эту тему. И продолжаем их везде, и на конференциях везде все это спорим. Потому что это все сейчас живой процесс. Это формирующаяся практика. И она будет дальше формироваться. И возможно будут дисференцироваться какие-то еще области. Есть исследования процесса и моделей коучинга. Выделены уже разные модели. Они описаны. И вот можно их изучать. Вот история возникновения развития коучинга Вики Брок, которую я вам привела. По эффективности коучинга и отдельных техник тоже есть исследования Палмера, Гранта и их учеников. Последователей очень много. Есть монографии. Влияние поведения и личности клиента на коучинг. Тоже есть вот такие исследования. То есть и показано, что действительно влияние есть. То есть есть вот этот импакт, но, как я уже сказала, довольно сложно его доказать. Но вот изобретают такие способы. Описание и сравнительный анализ различных теоретических подходов. Тоже вот сравнивают различные теоретические подходы. Сейчас я вам покажу, какие. Есть исследования взаимоотношений коуч-клиенты. Например, чем отличается терапевтический альянс от коучингового. Вот тоже есть описания такие. И в нашей ассоциации мы тоже прорабатываем эту тему, как коучинговая модальность отличается от терапевтического. У нас много здесь терапевтов присутствует. Есть, например, такое понятие как метапозиция в коучинге. Метапозиция или коучинговая позиция. То есть это немножко по-другому ощущает себя коуч, чем психотерапевт. Я и в той, и в той роли была. Я могу сказать, что изнутри даже чувствую, что мозг работает по-другому. Вот мышление у коуча работает по-другому. Нет этого процесса выдвижения и отслеживания терапевтических гипотез. Есть такое понятие присутствие. То есть коуч присутствует. Коуч, и он внимательно слушает клиента, но он не выдвигает гипотез и не проверяет. И вот этого процесса в коучинге нет. И вот здесь исследования как раз тоже смотрят эти отличия. И влияние коучинговой организации на организационные процессы тоже. Но я привела несколько ссылок. На самом деле исследований намного больше, конечно. И вот в организациях особенно активно проводятся исследования. Почему? Потому что организация им важна. Они же деньги вкладывают. И вкладывают немалые деньги. Им важно понимать, что действительно они вкладывают деньги во что-то полезное. И поэтому организации заказывают действительно вот такие исследования, чтобы показать и проверить, насколько действительно это эффективно. Вот как раз из книжки или статьи Пальмер и Уайро я взяла такую схему, которая показывает, какие подходы в коучинге преобладают. Это они проводили исследование в 2004 году. Сейчас я покажу еще более позднее исследование. И здесь, смотрите, делится на две группы. Это Facilitation и Instructional. Такое Facilitation – это как раз это присутствие. Это не вмешательство в человека, а его сопровождение. Мне нравится слово сопровождение в отношении коучинга. То есть я не веду его куда-то к цели, а я иду рядом, я сопровождаю. А Instructional – это более такой уже, ну как бы директивный подход. Это обучающий, с элементами обучения. И, кстати, коучинг используется также в обучении в менеджменте как инструмент управления людьми, такого мягкого управления, не директивного. И в обучении, в образовании как тоже такой способ включения внутренней мотивации ученика. Потому что в коучинге мы спрашиваем человека, какую цель ты ставишь. А что тебя двигает? Какая у тебя мотивация? А что для тебя на самом деле важно? И вот такими вопросами мы включаем внутреннюю мотивацию человека. Не внешнюю, когда я ставлю извне. Вот тебе нужно сделать к какому-то сроку вот это. А что ты? Какую цель ты перед собой ставишь? От чего бы ты хотел достичь, например, к концу этого месяца? И вот включение внутренней мотивации это один из таких очень важных эффектов. Это тоже доказано, что это происходит. Которое позволило коучингу внедряться в разные виды деятельности. То есть уже не как практика помогающая, а как такой инструмент управления людьми, инструмент обучения и так далее. В спорте тоже коучинг используется для работы со спортсменами. А вот это вот теоретические подходы. И посмотрите здесь, теоретические подходы, они фактически во многом берут, берутся из психологических подходов. Сейчас практически каждая модальность психологическая имеет свой какой-то такой коучинговую, что ли, опцию. Почти все. Есть психоаналитический коучинг, есть когнитивно-поведенческий коучинг, есть трансактный коучинг, есть дештальт коучинг и так далее. Если здесь вот посмотрите на эту схему, это по европейски, европейские исследования по Европе, когнитивный подход, бихевиоральный подход, goal focus, то есть ориентированный на цели подход, но он тоже фактически когнитивно-поведенческий, solution focus. И смотрите, в сумме это все ветки когнитивно-поведенческого подхода. То есть получается у нас доминирует когнитивно-поведенческий подход. Дальше идет person-centered, это роджерианский такой гуманистический подход. Вот здесь интересно, эклектик, эклектический, скорее всего это те, кто, если брать молодых коучей, это скорее те, кто не определился, вот какого они подхода. А если уже брать более зрелых, то там они начают миксовать уже. Они освоили тот, тот, и начинают уже миксовать. Так, как многие психотерапевты. Гуманистический. И вот еще NLP. NLP здесь, на последних местах. Но это был 2004 год. И вот уже недавнее исследование Пасмара, Джонатан Пасмар, это британский коуч, он проводил исследование в 45 странах. И мы проводим сейчас тоже по его методике это исследование, потому что ему тогда в России не удалось провести, и коуч просто не ответили на его вопросы. А мы сейчас пытаемся вот это исследование все-таки довести до конца. Ну вот я привела вам по Европе результаты. И что мы здесь видим? Это 2000 респондентов. Это довольно большая такая выборка европейская. Бихеверальный подход у нас опять доминирует. Потом идет solution focus. Причем здесь видите синенькое. Это coaching practice. То есть это что практикуют, как они считают. Это coaching training. То есть где не обучались. Обучение. Ну оно по-фигурики совпадает. Получается. На втором месте solution focus. На третье место уже вышел NLP coaching. Это вот кто учился в Эриксоновском университете. Это как раз NLP coaching у нас. Дальше идет cognitive behavioral. Они тут различают. Обучение бихеверальный и бихеверальный. Но на самом деле их можно объединить. Дальше идет транзакт на аналитические. И вот довольно большая группа АЗА. Что имеется в виду под АЗА? Если вы откроете какой-нибудь там инстаграм, наберете слово coach, вы увидите такой спектр всяких самоназваний, которые являются большей частью все-таки маркетинговыми уловками, чем реальными подходами. Там и географический coaching, какой-то квантовый, экспоненциальный. Это не подходы. Это все-таки уже маркетинговые больше такие манипуляции. Вот здесь надо различать все-таки. Можно по нескольким словам, которые люди пишут, можно уже понять. Я вам приводила критерии научности. Нет отсылок никаких к каким-то подходам, исследованиям. Это уже первый признак. Очень часто такие специалисты, такими словами пользуются, как вселенная, вселенная тебе говорит, космическое сознание и так далее. То есть такие странные слова, которые явно не из научного лексикона. Всегда осторожнее к таким относитесь. И вот такая отдельная тема в исследованиях коучинга, это оценка эффективности коучинга. Здесь тоже много попыток построить какую-то модель, как доказать эффективность коучинга. Как мы уже говорили, довольно сложно здесь построить модель из эксперимента, поэтому используются квазиэксперименты по модели формирующего эксперимента. Но в качестве методов, как я уже говорила, используются чаще все вопросы. Рои попытка есть измерить, это возврат инвестиций, но это экономический показатель. Вот экономический показатель. Но опять же, есть очень много статей, где публикуется этот подход через измерение рои, потому что мы опять не можем никак доказать, что прибыль... Что это значит? У нас была какая-то прибыль, мы провели коучинг, у нас прибыль как бы возросла. Это экономическая эффективность. Мы стали больше зарабатывать. Но это произошло в результате коучинга. А может быть, на рынке ситуация изменилась. А может быть, потребительское поведение людей изменилось. Они стали по-другому как-то себя вести и по-другому покупать. То есть мы не можем это проконтролировать. И вот с этой точки зрения, этот подход через рои мерить, он критикуется. Есть попытки психофизиологическими методами измерить эффективность. У нас есть идея провести еще как-нибудь встречу, проанализировать эти исследования. Пока есть одно такое известное нам исследование. Но и есть критика этого подхода, потому что если мы на ЭЭГ увидели какой-то пик, например, мы спросили человека и увидели, там пик произошел. А что это значит? То есть так как мы работаем на уровне личности, а не на уровне условного рефлексов, когда мы работаем на уровне, там я потрогал чайник, он горячий отдернул, там действительно вот эти вот пики на ЭЭГ, они нам о чем-то говорят. Когда мы работаем на уровне личности, это не ловится на уровне психофизиологии. Ценности, смыслы, это не отражается на уровне психофизиологии. Поэтому что делать с результатами таких исследований, не очень понятно. Ну пики, да, пики, что-то происходит. Есть специальные методы, но тоже чаще всего опросны, это различные методики, которые что-то измеряют. Но можно брать уже существующие методы тестов, тогда нужно понять, а какие переменные, а что мы меняем в результате коучинга. И вот тут фантазия включается. Есть очень много переменных в разных исследованиях, исследуются разные переменные. Вот как раз наша статья с моей коллегой, которая тоже член нашей секции ВКПП, по проблеме эффективности коучинга, можете ее почитать. Она открыта в открытом доступе, поэтому этот журнал современной зарубежной психологии, они в открытом доступе все предоставляют. И мы там выделили два способа оцепки, проанализировав литературу, те работы, которые есть по оценке эффективности. Это оценка по результату, то есть мы оцениваем результат. Здесь вот есть экономическая эффективность, роя психологическая эффективность, там уже используется с помощью различных методик, измерения психологических переменных. И в этой статье мы тоже показали, что коммунитивно-поведенческий подход в коучинге единственный, который показал доказанную эффективность. Там все равно не очень сильный уровень доказательности, не А, не А уровень. Но уровень Б, там есть исследования, то есть достаточно уже рандомизированные есть. Почему не очень сильные? Выборки не очень большие. Все-таки набрать большие выборки коучам сложно, нужно консультировать усилия, нужно объединять, нужно коллективом здесь работать. Конечно, один коуч будет 20 лет проводить, набирать выборку. Или же раздабатывать протоколы. И вот здесь у коммунитивно-поведенческого подхода есть какое преимущество, что вслед за коммунитивно-поведенческой терапией мы в коучинге также используем протоколы. То есть фиксированные алгоритмы работы с теми иными целями. И тогда это позволяет нам каким-то образом сравнивать результаты разных коучей. То есть если разные коучи работают по единому протоколу, тогда уже можно обобщать и сравнивать их исследования, делать выводы. Это облегчает уже сбор данных. Но есть еще способ оценки эффективности по процессу, когда мы в процессе, на каждом этапе коучинга мы смотрим, насколько эффективно процесс проходит. Например, тот же альянс, насколько эффективно он формируется. И здесь, например, выделены факторы. Фактор коуча, фактор клиента, это фактор отношений, фактор процесса. Это те переменные, которые влияют на эффективность. То есть коуч, его образование, его умение устанавливать рапорт, его способ ведения процесса тоже влияет на эффективность. Фактор клиента. Есть даже такой термин коучабилити. Я не придумала, как по-русски это сказать. Коучабельность, коучибельность. Но как-то вот так. То есть насколько человек действительно способен развиваться в процессе коучинга, не всем людям коучинг подходит. Для того, чтобы работать в коучинге, нужен достаточно высокий уровень рефлексии и ответственности. Потому что здесь уровень ответственности выше, чем у психотерапевтического клиента. Потому что в коучинге клиент берет на себя ответственность за то, что он будет реализовывать эти цели, достигать их. Фактор отношения между коучем и клиентом тоже очень важен. Ну и фактор процесса. Как строится процесс. И вот здесь различные модели рассматриваются. Ну и вот было показано тоже в исследованиях, что удовлетворенность клиента взаимодействием с коучем очень важный перемен. Она большой фактор вносит в целом в эффективность коучинга. Ну вот здесь я выявила переменные некоторые. Например, вовлеченность персонала в организации в коучинг. Повышалась вовлеченность персонала. Снижался уровень стресса. Рос уровень жизнестойкости, психологического благополучия сотрудников. Вот как раз наши коллеги, которые здесь присутствовали, они изучали как раз рост жизнестойкости. И в индивидуальном коучинге вот мы разработали методику такой личной эффективности. Здесь тоже я привела ссылочку, где это... Кстати, вы можете вот здесь QR-код отсканировать и прямо выйти на нашу монографию и там читать. Она тоже в открытом доступе у нас на сайте Высшей школы экономики, где я работаю. И вот она предназначена. Правда, на английском языке. Разберетесь. И эту методику сейчас мы опробируем именно для оценки эффективности коучинга. Ну, это коучинг, направленный на повышение личной эффективности. Личная эффективность – такая комплексная переменная, куда входит и способность к целеполаганию, и самоорганизация, и там еще всего 8 переменных методик. Да, включили. И можете вот тоже посмотреть. И вот еще я вам хотела показать работа Лоуренс и Уайт. Это они составили такой модель, Clock Tower Model, модель часовой башни. Эффективности коучинга. И вот они по разным уровням предлагают оценивать эффективность коучинга тоже для организации. Это модель. И вот видите, на некоторых уровнях идет, на нижних уровнях идет оценка по процессу. То есть оценивается процесс, насколько выверяется точно цель, формулируется, насколько четко планируются интервенции, как коуч ведет процесс и так далее. А дальше уже идет оценка как бы такая объективная. Это обратная связь от, например, коллег. Там 360 градусов можно использовать, от руководителя, насколько меняется поведение сотрудника. Результаты компании, измеряются какие-то показатели. Ну и вот РОИ, возврат инвестиций. Но опять же, там вопрос, как контролировать то, что это именно из-за коучинга. В психологии мы используем, как правило, модель формирующего эксперимента для оценки эффективности коучинга. Это выделяются зависимые перемены. Вот здесь вот проблема всегда, что в коучинге мы меняем, что будет меняться в результате коучинга, как мы предполагаем. Дальше замеряем до коучинга и потом проводим коучинг и после. То есть классическая модель, это, конечно, квазиэксперимент, но, тем не менее, это дает некоторые достоверные данные и потом мы оцениваем сдвиг. То есть улучшилось, если мы измеряем жизнестойкость, вот Ксения как раз этим занималась у нас. То есть мы замерили до коучинга, потом провели коучинг и потом замерили после. Действительно ли у сотрудников повысилась жизнестойкость после проведения коучинга? И, конечно, контрольная группа нужна. Проконтролировать побочные переменные нам могут вопросы в паспортичке, которые задаются, например, что происходило еще в жизни вашей. Потому что мы как раз измеряли жизнестойкость. Вроде бы как проходили коучинг, потом раз мобилизация началась и у людей резко упала вся жизнестойкость. Не потому, что коучинг был плохой, а потому, что такие обстоятельства, что у них там все обрушилось и резко вырос стресс. И, конечно, это все надо контролировать. Это непросто, это сложно. Вот здесь я привела эффективность разных подходов теоретических. Вот когнитивно-поведенческий подход, то, что я сказала, имеет доказанную эффективность. И одно из исследований я привела, как оно делалось. И здесь, смотрите, использовались несколько шкал. Исследование измерения проводилось дважды. До старта коучинга программы и через 4 месяца после старта, чтобы уже прошло какое-то время. Это пост-эффект был. Тут тоже надо выбрать правильно время для второго замера. Не всегда сразу после коучинга прям что-то в человеке меняется. Иногда проходит время, и есть такой пост-эффект. И тут смотрите, сколько они шкал использовали. Это тоже исследование Гранта, как раз, и его коллег. Тут несколько... И вот обратите внимание, шкала депрессии и тревоги и стресс тоже была использована. И это интересно, потому что коучинг не психотерапия. Коучинг не предназначен для психотерапевтической помощи, но иногда имеет такие психотерапевтические эффекты. Почему? Потому что повышается самоэффективность, повышает... Становится более позитивным мышлением. Человек ощущает больше уверенность в себе, потому что у него повышается локус контроля. Это мы тоже показали. И в результате у него может снижаться и стресс, и тревога. То есть это такой побочный эффект от коучинга. Но это тоже стоит изучать. Рэп, то если вы знаете, такой подход к психотерапии, то есть рэп, рациональный, эмотивный, эмотивооральный коучинг, тоже вот есть исследования этих моделей, он приводит к снижению тревоги и стресса на рабочем месте. А вот психоаналитический коучинг мы пытались найти. Есть у нас сейчас в России активно развивается психоаналитический коучинг тоже, но количественных исследований не получилось найти. Нет таких данных об его эффективности. Но, возможно, это связано с тем, что все-таки психоанализы нет таких протоколов, какие есть в поведенческом подходе. И, конечно, там что-то замерять это намного сложнее. Проводить количественные исследования сложнее. Есть такие вот описательные, описание кейсов. То есть это нижний уровень, это отдельные кейс-стадии. Вот они есть. Количественных подтверждений эффективности пока не получено. Итак, summary. Как определить, является ли подход научно обоснованным? Во-первых, проведение собственных доказательных исследований можно, но это, как я уже сказала, не все коучи могут, не все умеют. Это все-таки отдельная компетенция такая. Но если вы как бы не хотите сами проводить, то можно просто зайти вот на эти ресурсы, и library, и research aid, например, и просто набрать ключевые слова. Например, analytical coach, cognitive behavioral coach. И посмотреть, есть ли там действительно исследования. Если вы там какой-то такой специфический, например, вот я нашла экспоненциальный коучинг, и забиваю, ну, конечно, научных исследований на эту тему нет. Вот. То есть этот человек просто придумал это слово, как такой маркетинговый трюк. Иногда бывает так, что человек говорит, у меня научно обоснованный подход, вот у нас куча диссертаций. Вот такой я подход нашла, но не буду его компрометировать. Но когда я стала смотреть, что в результате, они сделали свою организацию, свою как бы такую, академию ее назвали. Они в этой как бы академии сделали свой как бы научный совет, который ни в ВАКе, нигде не зарегистрирован. И они как бы набирают аспирантов платно, естественно. Эти люди платят им. Эти люди как бы защищают, они уверены, что они защищают кандидатскую диссертацию. Они получают какой-то документ, но это не ВАКовский документ, не государственный документ. Это просто вот бумажка. Эти работы публикуются только на их сайте. То есть признак того, что диссертация защищена, она все-таки должна быть на сайте РГБ, Russian State Library, Российская государственная библиотека, куда отправляются все защищенные диссертации в России. И тогда это все-таки можно легко проверить. Зашли на сайт Russian State Library и Российская государственная библиотека и посмотрели, есть ли такое вообще имя. И это тоже, это фактически такое мошенничество околонаучное, которое, в общем-то, процветает. И это довольно сложно проконтролировать, если вы не очень разбираетесь в этих нюансах. ВАК, что такое ВАК, не ВАК, а есть еще ВМАК. А ВМАК – это тоже мошенническая организация. Она выдает дипломы, похожие на ВАК. Но она не является какой-то официальной организацией, она не имеет права подавать дипломы. В общем, здесь очень много таких вот и мошеннических, и просто околонаучных всяких вещей, которые… Ну, люди просто зарабатывают деньги. И еще часто спрашивают, является ли коучинг вообще профессией. Это тоже большой вопрос. На самом деле, в списках профессий коучинг не зарегистрирован. Но недавно был утвержден стандарт, профессиональный стандарт, консультант по управлению персоналом. И вот в этом стандарте появилась трудовая функция, как коучинг. Причем в нескольких вариантах. Там коучинг физических лиц, коучинг высших руководителей. На его основе сейчас разрабатываются квалификационные требования. То есть это не компетенции, которые вот в ICF там есть, а квалификационные требования к коучам, по которым будут уже разрабатываться специальные тесты, оценки этих коучей. И вот мы получаем, что уже практически организации могут вводить такие должности у себя, которые называются коуч. Раньше это называлось по-разному. Там ассистент руководителя, как-то вот такими нишами. HR очень часто занимались коучингом в организации. А теперь может уже такая должность вводиться. Там есть бизнес-коуч, есть executive-коуч и еще какие-то командный коуч, есть коучинг-команд. То есть там всего 5 специальностей, 5 систем квалификационных требований сейчас разрабатывается. То есть коучинг уже выходит на такой государственный уровень. Несмотря на то, что много сейчас скандальных историй связаны с коучингом, но тем не менее вот оно. Так, и вот еще хотела вам привести примеры компаний, которые применяют evidence-based коучинг. Я с ними сотрудничаю. BetterUp – это очень известная компания коучинговая, американская. И вот они тоже используют этот подход. И CreateMyKey – это ее создатель в Испании, живет, но он русский по происхождению. Вот, и на примере вот CreateMyKey можете набрать, тоже посмотреть. Вот как они делают. То есть они разработали систему тоже таких тестов. Это платформа. Платформа сейчас тоже один из трендов в коучинге. Работа на платформе с коучингом, как у нас в АКПП, тоже есть BCBT платформа. Вот она облегчает контакт клиента с коучингом и, собственно, организацию работы. Вот там тоже платформа. И они сначала вводят какой-то такой тест. Вот Key они назвали. Например, GoldBusterKey. Там есть несколько таких тестов в зависимости от цели клиента, с которой он приходит. То есть он заявляет свою цель и дальше выбирает вот это свое направление, direction. Потом он работает с коучингом и в конце опять он замеряется по этому тесту и смотрит. То есть это у человека такое вот налицо. Вот я проработал вот эти вещи, и вот я получил. Вот здесь у меня по этим шкалам произошло повышение. И он видит, может, на протяжении работы несколько раз таких измерений сделать и смотреть свой прогресс. Если прогресс недостаточен, то тогда что помешало? И тогда мы начинаем разбираться, а что помешало, а что можно улучшить и что еще добавить в процесс коучинга. Ну и вот мои контакты, собственно, здесь вы можете перейти на мою страничку. Я приглашаю, наверное, на страничку ВК. Там я больше всего размещаю различные информации. И я хочу вам предложить, если кому-то интересно развивать именно научный коучинг, пригласить вас к научным исследованиям. Может быть, кто-то вот заинтересуется. Я всегда зову, всегда вот вместе заниматься исследованиями коучинга всегда эффективнее, чем в одиночку. И также вот я хочу вас пригласить прийти в участие в исследовании коучинг в России. Вот здесь вот этот QR-код, если вы отсканируете, то вы выйдете на бланк этого исследования именно коучи. Вот у нас есть коучи. Если вы заинтересованы в этом, то, пожалуйста, переходите и, может быть, поможете нам собрать данные. Вот как я приводила, один из примеров, вот исследования Пасмара. Мы перевели просто его, этот опросник, мы с ним в сотрудничестве. И он нам разрешил перевести. И проводим в России, чтобы в России тоже собрать эти данные, потом сравнить с европейскими данными. Там, конечно, я вам привела только один вопрос по подходам, а там их много очень. И кому интересно, я могу потом выслать оригинальные англоязычные статьи, когда выйдет наша и наша тоже. Вот, поэтому welcome сотрудничать. Может быть, какие-то вопросы есть? Сейчас я посмотрю в чате. Можно ссылки в чате. Какие именно ссылки? Вот смотрите, я вам сейчас привожу эти QR-коды. Или вы имеете в виду про статьи, да? Да, экспоненциальный коучинг. Да, это маркетинговые фишки. Вообще, когда вы видите огромные суммы, вы видите обещание чего-то невероятного, это признаки манипуляции. Первая – это огромная сумма. Ну, кроме, может быть, Сколково. Сколково там на все огромные суммы. Там тоже есть коучинг за 2 миллиона. Но там, в принципе, у них такие цены, потому что у них такая целевая аудитория. Это вид различные персоны. Если вы видите, ну, там, не релевантно, как определить сумма огромная, посмотрите другие программы. Если везде, там, в районе 200-300 тысяч, а вы видите за миллион, то явно это какая-то вот странность. Второе – это обещание невероятных результатов, когда вы там получите 100... Вспомните медицину, когда вам предлагают лекарство, которое поможет от всего. Явно, что это будет манипуляция. И третье – это когда нет никаких ссылок. Ни на что не говорится о том, чем это подтверждено. Чем подтверждена? Я когда-то спросила, а как вы экспонент измеряли? Ну, как бы меня забанили-то. Как измерить, что это экспоненциальный рост? Что такое экспонент? Это, знаете, да? Если вы заявляете, это значит, ну, как-то отвечать, надо показать, что вы это замерили, что это действительно экспоненциальный рост. Чего у клиента? А что меняется в результате? Да? Какие переменные изменяются экспоненциально? Что у него изменилось? Доход у него изменился или какие-то личностные характеристики? Что? Покажите наглядно, с цифрами, с графиками. Вы понимаете, да? Это, конечно, все. Получается, с этого слайда Я вам могу скинуть просто презентацию в чат. Да. КПТ. Это еще один момент. Да, у них... Я действительно, я тоже почитала, я уникла. Озера. Фактически, это АБЦ-модель века. Но они представляют ее как авторскую модель. Они не говорят, что это модель бека на самом деле. Они придумали свои слова. Они ее фактически воспроизводят один к одному. Это тоже, я считаю, манипуляция. Если ты как бы на что-то ссылаешь, что-то используешь, ты на это, во-первых, ссылаться, это такая, ну, этика научного исследования. Это на самом деле не только наши коучи грешат. Это вот в Великобритании тоже я была на мастер-классе одного коуча. и просто слышу один в один это модель Элиса. Я к ней подошла и говорю, а вы вот по Элису работаете? Это же его модель. Она говорит, ну, Элис же умер. Как бы, ну, что такого? Какая этика? Ну, это, конечно, во многом это проблема подготовки. То есть у нас в школах не готовят, нас не объясняют, нас не объясняют какие-то основы. и во многом это вот маркетинг, маркетинг, деньги, деньги. И в школах коучинговых тоже во многом как бы ориентируют. И даже в рекламе вы увидите, вы закончите нашу школу и будете зарабатывать там столько-то, там миллионы. Ориентируют в первую очередь на деньги, на заработок, а не на профессию, на профессиональный рост. Ну, конечно, очень много коучей, действительно, профессиональных, они растут. Коучи всю жизнь учатся, как и психотерапевты на самом деле. Вот вы тоже пришли вечером в пятницу послушать что-то. Это же внутренняя мотивация, никто не заставляет. И мы все время учимся. А, ну, это ценность для нас, правильно? Вот. Но, когда все сводится к деньгам, да, стиматизация коучин происходит из самого слова. Возможно, знаете, вот когда коучин, кто пришел в Россию, была очень тоже большая дискуссия у первых коучей. Ну, я не отношусь к первым коучам, да, но я с ними общаюсь. Те, кто начинал это дело, они говорили, что сначала очень долго думали, как это перевести. Потому что это, конечно, слово из английского языка. И долго думали. Я, на самом деле, не сторонник калькирования в переводе. Я вижу, сейчас тоже продолжается калькирование. И когда мы берем просто кальку, это вносит определенное... Понимаете, язык – это мышление. Язык связан, допустим, тесно с мышлением. Как мы говорим, так мы и думаем. Как мы думаем, так мы и чувствуем. Это основа КПТ. И когда мы берем просто кальку из иностранного языка, мы фактически привносим что-то оттуда. И вот из Америки же пришла техника вообще коучинга. И фактически с этим словом мы привнесли вот эту манипулятивность. Манипулятивность, ориентацию на деньги, ориентацию на какие-то вот это... заработать любой ценой. Я когда в соцсетях писала как-то пост про доказательность, про научный подход, на меня набросились там и потом сказали, ну, people же have it. клиент деньги платит, и хорошо, какая-то научная обоснованность, ну, что там нам тут... То есть вот такой подход, манипулятивный подход. И это, конечно, немножко печалит, но мы, наша миссия, наша секция КПП, секция коучинга, мы считаем, что наша миссия как раз это развитие доказательного подхода. Как бы, может быть, потом придумаем какое-то другое слово. Сейчас знаете такой тренд, что надо на русские слова переходить. Не знаю, но мы же привыкли к коучингу. Вот, а клиент коучинга еще страшнее называется каучи. Я уж клиентам никогда это слово не говорю, я просто называю клиентами. Вот, каучи вообще страшное слово. Вот я увидела еще вопрос Екатерины, а коучинг по стандартам ICF не прибавится к подходу. ICF – это ассоциация. Какая роль ассоциации? Как у нас АКПП. Роль ассоциации – задавать некоторые стандарты и некоторые этические требования к профессии. Вот в ICF прописаны некоторые общие компетенции, они очень общие. Есть этические требования. Дальше внутри подходы могут быть разные, то есть там нет требований к подходу. Они когда дают вот эту аккредитацию, они смотрят насколько действительно этика и общие принципы эти соблюдаются. Подходы могут быть разные, то есть теоретический подход – это одно. Если вы с ICF часто ассоциируют и революционный университет, это опять же разное. Революционный университет – это образовательная организация. Другое дело, что они у себя тоже проводят подготовку к сертификации ICF. Революционный университет в основном у них комбинация. У меня студенты, многие учились на моем курсе как раз из Революционного университета. Они приходят к нам в школу экономики получить еще психологическое образование. Такое у нас психологическое, коучинговое. Я коучингово обучаю несколько курсов в вышке. Вот. И смотрите, в Революционном университете в основном это НЛП подход. Вот эти все техники очень многие взяты из НЛП. Есть элементы solution-focused brief therapy. И Мэри Аткинсон сама об этом говорила, что когда она начинала развивать свой подход, она очень много оттуда взяла. Например, шкалирование классическое от одного до десяти оцените что-то. Это как раз из ОРКТ. И вот как бы из бикеверального подхода очень много техник. И вот эта этика позитивная, она взята из гомистического подхода. То есть, например, когда у нас учились Елена Демышевна, и когда она услышала про Роджерса, она говорит, о, мы же в Революционном университете оказывается на Роджерсе основываемся. Ну, ценности, да, ценности оттуда. Вот. Но в основном это вот НЛП-подход, потому что Милтон Эриксон, он же, у него гипноз, да, у него он коучингом не занимался, он занимался гипнозом, работал гипноз, эриксонский гипноз. А техники Милтона Эриксона использовались потом в НЛП. Ну, вот такая вот ветка. Поэтому ICF – это не теоретический подход, это ассоциация, которая следит вот коучинг развивался в целом, да, как такая, они называют профессию, называют индустрию. То есть индустрия – это способ зарабатывания денег. Да, и оставался коучингом. Вот, то есть это этика и основные принципы. Это роль ассоциации. А в КИФ-3 подход, так же, как у нас, и КПП, да, внутри много-много разных подходов, если вы посмотрите, да, и терапевтических много подходов. И вот в коучинге у нас уже сейчас ветки различные формируются, каких-то таких подходов именно когнитивно-бихеверального коучинга, он тоже неоднороден, есть тоже внутри разные подходы, рационально-мотивно-бихеверальный коучинг, и чистый бихеверальный коучинг, есть и когнитивно-поведенческий коучинг. Это уже такие вот нюансы, которые мы можем с вами обсуждать. IPCC-ICF инструмент только сократовский диалог, да, если вы уже поэтому и смотрите, ICF, я не говорила, что ICF это NLP, да, ICF это именно шапка, они следят за соблюдением общих принципов, поэтому, когда вы используете NLP-инструменты при сдаче экзамена в ICF, вам это скажет, что вы делаете неправильно, там нельзя использовать инструменты, нельзя демонстрировать какой-то конкретный подход, нужно вот показать, что вы именно коучинговой компетенцией демонстрируете. Сократовский диалог это когнитивно-поведенческий подход, не совсем, если брать модели эрикционского коучинга, там это не совсем сократовский диалог. Да, очень много различных ассоциаций сейчас есть, российские ассоциации развиваются, вот, и коучинг сейчас очень активно развивается, я надеюсь, он будет именно научно обоснованный извините, я уже забываю. Уражаюсь, что я коучинг могу говорить. Вот 100% результата, исследования показали, видите, что очень сложно измерить результат. Если вы гарантируете результат, покажите данные, что действительно вы его даете, покажите свои какие-то подсчеты, расчеты и так далее. У меня написано, что еще есть 4 комментария. вот ну что, я могу вам скинуть в принципе, у меня есть доступ к файлу, могу скинуть презентацию, я как бы ничего не скрываю, я делюсь открыто всем и приглашаю вас к научным исследованиям коучинга, кому это интересно, сейчас коучинг, вот, там есть все ссылки, можете посмотреть, пусть у вас будет такой бонус, вот, и приглашаю вас к научным дискуссиям, исследованиям на нашей площадке, к каким-то еще любым дискуссиям по поводу того, что такое коучинг, чем отличается от психотерапии, от консультирования и так далее. Кто умеет участвовать, может участвовать в пройдении исследований, кто понимает, как это делать. Нет, психологическое образование, смотрите, разные есть варианты, как участвовать, и смотрите, можно, во-первых, просто перейдите по моей ссылке, и примите, пожалуйста, участие в исследовании, если вы коуч. Мы обязательно поделимся с вами результатами, потому что там остается имейл, и мы с вами свяжемся, поделимся результатами исследований, когда они будут готовы. И также, если вы заинтересованы как-то развитие в таком научном направлении, я вообще еще и ученый-секретарь, высшей школы экономики, я в аспирантуру тоже приглашаю людей, именно заниматься исследованием коучинга, можно такой выбрать способ, или в аспирантуру можно соискателем, тоже, если хочется получить кандидатскую степень, защититься в коучинге, и также базу, ищем базу, соответственно, под каждое исследование мы ищем базу. Сейчас мы занимаемся этим исследованием коучинга в России, и плюс мы еще сейчас опробируем модель, есть модель практиц в конкретно-поведенческом коучинге, почему именно эту модель, то эта модель, она наиболее подробно описана в различных иностранных британских исследованиях, и там уже на многих странах она опробирована, в некоторых странах уже есть такие исследования, поэтому мы взяли, попробовали эту модель. Я сейчас обучаю своих студентов, у меня один курс есть открытый, тоже можете посмотреть на слайдах, там у меня QR-код есть, своих студентов обучают модель практиц, и потом они проводят сессии по FDSB-подходу, они используют мою методику наличной эффективности, они измеряют до клиента, потом они работают с ним, измеряют после, так как они используют одну и ту же модель, можно сравнивать, вот сейчас вот пока у меня такое исследование, если вы хотите, тоже можете к этому подключаться, ну и также у нас есть научно-учебная группа психологии организационной коммуникации, это уже мы выходим именно в поле организационного коучинга, и нам интересно, конечно, изучать организационный коучинг, насколько он действительно помогает организациям развиваться, и мы проводим исследования в организациях разного типа, вот это и бизнес-организации, медицинские у нас сейчас организации, есть идея тоже в ГОС зайти, организации, но пока еще нет, не нашли базу, вот, если, вот хотите присоединяться, welcome, я контакты свои дала, приходите, давайте, да, 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 связывайтесь ВКонтакте, можете тоже меня найти, связаться, вот, я вам там привела на слайде мою корпоративную почту, тоже можете туда писать, если что-то заинтересует, и у нас, кстати, еще, если кому-то интересна аспирантура, настоящая, не фейковая, у нас второй поток сейчас, вот, прием аспирантура будет, первый был весной, но у нас остались несколько мест, департамент психологии, аспирантура по психологии, и дает вам право, ну, как бы, вот, называться психологом. Спасибо, до свидания. Спасибо. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!